Девушка возвращалась не очень поздним вечером домой. Дети на заднем сидении не дали расслабиться. И то, что могло стать трагедией, обернулось просто неприятной историей на камеру. Также, пока объезжаешь большую, можно попасть в мелкие ямы. Вот и из-за этого у нас здесь на каждом, вот улица Советская, она фактически вся идет и вся в ямах. Ямочный ремонт не делают. Все люди почему-то думают, надеются, что в следующем году эту трассу под капитальный ремонт. Хотя, вроде как, говорили абсолютно про другое. Автолюбителям в России при получении прав необходимо присваивать новую категорию – мастер фигурного вождения. И наивная мечта каждого автолюбителя – ну невозможно так ездить, значит скоро дорогу отремонтируют. Откуда у вас такие сведения, что будут вообще капитальный ремонт дороги делать? Я была на отчете дорожного хозяйства в городе Чита. Кто это произнес? Это жители спрашивали про то, что будет дорога делаться, не будет. Сказали, что часть дороги в Смоленке где-то будет делаться. Где конкретно, никто не знает. А пока надежда не растаяла, как дым бюджета городской администрации, автолюбители подсчитывают расходы. А сколько вам обошелся ремонт? Мне, чтобы выправить диск, обошлось в полторы тысячи. Плюс я загнула тягу. И еще у меня по ремонту подлежат два задних диска, они тоже обогнутые. Это не самые большие проблемы Евгении. Приключения начинаются с момента доставки детей в сад. Район Зенитка. По сути, округ столицы края мало чем отличается от любой другой точки Забайкалья. Мои дети, уже третий ребенок у меня ходит сюда в детский сад. Двое уже выпустились отсюда. И вот сколько помню, вожу детей по такой дороге, что у нас нет ни тротуара, ни освещения. Летом после дождей здесь грязище, мы как по минному полю прыгаем с детьми. Здесь вот сделали новую парковку, но для какой цели ее сделали, это непонятно. Здесь как бы мы идем с ребенком, да, утром машины не глушатся, подъезжают родители. И получается, что наши дети идут и дышат этими выхлопами. Парковку можно было сделать здесь, а там хотя бы нам тротуар с детьми и освещение. Там частный сектор, там собак от мала до велика. Еще и с щенками, а порой и кидаются. Было такое, что и детей кусали у нас. Но что делать? Приходится отбиваться от собак. Ходим вот кучками, собираемся мамочками и проходим только кучками. Дороги, собаки, отсутствие освещения. История Читы, вам не кажется? Хотя некоторые проблемы появляются на ровном месте. Ребенка мы водим по этой дороге. Утром в садик рано, сейчас достаточно уже темно. И освещения его и раньше не было, на тот период, поскольку у меня дети посещали сад. Ну и сейчас надеялись, что с прошедшим ремонтом все-таки его установят. Но его так и не установили. Он когда-то функционировал, но после ремонта, после того, как водоканал проводил ремонты и оборвали кабель, больше оно не восстанавливалось. Это было в 2005 году. То есть вот с тех пор мы по темноте вводим детей утром. Как это знакомо? Вместо тротуарной дорожки – парковка от УНФ. Вместо нормальных дорог – направления. Вместо нормального освещения улиц – баннеры с изображением светлого будущего. Софья Подшивалова, Юрий Житлухин, Николай Шенков, ЗАП-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok